Военнослужащие США готовятся к масштабной войне с Россией и Китаем и считают высокой вероятность начала конфликта уже в будущем году. Согласно данным опроса, проведенного изданием Military Times среди солдат и офицеров американской армии, 46% военных считают возможной масштабную войну уже в 2019 году. Для сравнения, год назад таких был 41%. При этом в сентябре 2017 отказывались верить в перспективу начать войну две трети опрошенных, а сейчас только 50%. Одновременно выросло число тех, кто считает наиболее вероятными противниками Россию, 71% против 53% годом ранее и Китай 69% против 45%. Возможно, изменению настроений способствовала воинственная риторика американского руководства по отношению к Москве, введение новых санкций против России и начала торговой войны с Китаем. В то же время обращает на себя внимание то, что Северную Корею считают одним из главных противников штатов только 46%, тогда как год назад таких было 72%. По всей вероятности, сработала пропагандистская тактика президента США Дональда Трампа, вначале обострить отношения с КНДР, а потом встретиться с Ким Чен Ином и предстать в общественном сознании миротворцем. Интересно, что несмотря на идущую уже при нескольких американских президентах пропагандистскую кампанию против Ирана, только 40% военнослужащих считают это государство серьезной угрозой. Впрочем, даже против Ирана и КНДР Соединенные Штаты не рисковали начинать войну, опасаясь, что у этих стран может быть несколько ядерных зарядов. Теперь же речь идет именно о масштабной войне со странами, которые по своей мощи если и уступают Соединенным Штатам, то точно в состоянии нанести в ответ непоправимый урон. Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов предупреждает, что в мире становится все меньше тех, кто боится большой войны, средний рядовой состав американской армии не всегда отличается каким-то серьезным образованием. На службу идут, прежде всего, по финансовым соображениям и из-за возможности потом поступить в колледж. Но опрос среди них говорит и о настроениях командования, ведь солдаты получают информацию в основном во время общения с командирами. Понятие, кто друг и враг штатов, военные узнают от своего начальства. Военное руководство во всех странах ориентировано на то, чтобы информировать о потенциальных противниках. И ни для кого не секрет, что главными потенциальными противниками в США считают Россию и Китай. О скорых сроках начала большой войны военные говорят во многом потому, что начальство любит подстегивать подчиненных к более ревностному несению службы и лучшему овладению военной профессией. Конечно, во многом это проявление военной истерии. Но не будем забывать, что солдаты выполняют приказы, они определяют государственную стратегию. Вокруг границ России размещаются новые объекты НАТО, а Китаю открыто демонстрируют силу в Южно-Китайском море. Так что ответы американских военных вполне логичны. СП количество тех, кто считает войну неизбежной, возросло. Это связано с изменением американского общества. Примерно 20 лет назад было подмечено, что началось меняться отношение к ядерной войне. Старый подход, что применение ядерного оружия неизбежно приведет к катастрофе глобального масштаба и гибели всего человечества, в нынешнем массовом сознании уже не доминирует. Это касается как обычных американцев или европейцев, так и представителей элита. Появление нового оружия, техническое превосходство дало уверенность военным и политикам Запада считать, что они могут применить оружие, которое приведет к тотальной гибели геополитических соперников, но ответного удара не будет. Это очень опасная тенденция. Многие думают, что в ядерной войне можно победить и победить с минимальными потерями. СП, ранее США предпочитали нападать на тех, кто не мог ответить. Сейчас американские военные готовы воевать с большими державами. Ранее политика Соединенных Штатов была направлена на ослабление геополитических противников через другие страны. Поэтому бомбили Югославию, проявляли активность в Сирии или дискредитировали Иран. Но сейчас в Вашингтоне поняли, что такими мерами не смогут остановить в стремлении быть самостоятельными ни Пекин, ни Москву. А Россия и Китай в своем развитии подошли к тому, чтобы не дать США сохранить глобальную гегемонию. В таких условиях Вашингтону приходится переходить к более жестким мерам. За океаном уже открыто говорит о возможности удара по тем, кого считает геополитическими противниками. СП, но до войны дело не должно дойти. К сожалению, полной уверенности в этом нет. Люди на протяжении всей человеческой истории надеялись, что войны не будет. Кстати, 24 октября в Европе будет отмечаться 370-летие завершения 30-летней войны. Тогда тоже казалось, что этой войны не будет, а в итоге была долгая война, которая велась совершенно бесчеловечными средствами. И сейчас мы не можем сказать, что усилия мировых лидеров по предотвращению войны так же конструктивны, как это было сразу после Второй мировой. Есть еще один момент, в странах Запада мы не наблюдаем широкого антивоенного движения. Миллионы человек не выходят на улицы и не требуют прекратить нагнетать обстановку на планете. Так что ситуация действительно очень тревожная. США стремительно теряют влияние, во многом это связано с состоянием американского общества, и чтобы сохранить мировую гегемонию, американцам нужна встряска. Отсюда вся воинственная риторика американского руководства, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. В то же время нынешний президент США настроен еще достаточно здраво, он пытается сконцентрировать ресурсы для внутреннего развития, реализовать некий проект сосредоточения. Несмотря на любовь Трампа к эпатажным высказываниям, он не хочет военного противостояния ни с кем. А вот у большинства американского либерального истеблишмента сохраняются планы дальше распространять американскую модель по миру, причем любыми методами. Вот от них и исходит главная опасность.